Я не считаю, что автодилеры это какая-то своя отдельная отрасль. Это все-таки часть большой автомобильной промышленности, которая имеет несколько своих принципиальных звеньев или элементов, начиная от тех, кто проектирует автомобили, производителей компонентов, производителей конечных автомобилей, но и в том числе тех, кто занимается продажной машиной. Поэтому, конечно же, это составная часть всего нашего большого бизнеса под названием «Автопроф». Программа «Льготное автокорректирование» скорее мы могли бы отнести к поддерживающим мерам государственной помощи, поскольку она фундаментально ничего на рынке не меняет. Она лишь дает возможность людям, которые в противном случае не покупали бы автомобили, стать счастливым владельцем нового автора. Поэтому мы не преувеличиваем возможность этой программы и понимаем, что это своего рода маленький толчок к тому, чтобы люди пошли в салоны, чтобы они стали рассматривать возможность покупки. И в том случае, если у них недостаточно денежных средств, как раз присоединились к тем, кто и двигал продажи за последние несколько лет, а именно к людям, которые покупали машины в кредитах. Производители, автодилеры, как муж с женой. Ну а когда милые бронятся, только тешятся. Вот в этих развлечениях, наверное, и проходит их жизнь. Говорить о том, что кому-то здесь легче, кому-то тяжелее, наверное, бессмысленно, потому что у всех свои проблемы. У мужчин свои, у женщин свои. У автопроизводителей свои проблемы связаны с тем, что им нужно машины новые запускать на рынок. У дилеров своя история связана с тем, что им нужно, чтобы было больше клиентов, чтобы они могли зарабатывать ту маржу, которую отчасти им нормируют автопроизводители. Это очень взаимосвязанный процесс. Я бы вообще не хотел, чтобы мы как-то его разрывали и говорили о том, что дилерский бизнес – это отдельная часть, а автопроизводство – отдельная. Но чего будут продавать дилеры, если не будет автопроизводителей? И наоборот, куда будут продавать свои машины, произведенные автопроизводителем? Поэтому еще раз повторюсь, что здесь нет, к сожалению, черного и белого. Мы говорим о разных оттенках серого. У нас есть целая стратегия, у нас есть государственная программа, она была защищена в конце прошлого года, и мы будем вносить ее изменения в этом году. Так что это живой механизм, это живой инструмент, который направлен как раз на то, чтобы дилерам было чего продавать. Я не хочу сегодня строить прогнозов. Могу ли сказать то, что мы надеемся на то, что автомобильный рынок, скорее всего, продолжит свой рост. Возможны коррекции в ту или иную сторону. Скорее всего, 2014 год будет чем-то похож на 2013, при том, что будут, скорее всего, либо сезонные всплески, которые будут позволять либо немножко подрасти в продажах, либо немножечко падать. Еще раз повторюсь, что самое главное, чтобы макроэкономические факторы позволяли нам более-менее говорить уверенно о платежеспособном спросе. Тогда все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!